Страны НАТО обсудят дальнейшую интеграцию Украины в Альянс на предстоящем саммите в Вильнюсе, подтвердил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Болгария присоединилась к странам ЕС, которые ввели запрет на импорт украинского зерна. Брюссель обещает компенсировать ущерб фермерам. В ходе визита в Гавану глава МИД России заявил, что Москва и Вашингтон ведут диалог только по необходимости. Участие стран ЕС в расселении мигрантов станет обязательным в ситуации кризиса. Европарламент подтвердил также, что убежище дается только в первой стране прибытия. Новая ракета компании SpaceX с прототипом космического корабля Starship Илона Маска взорвалась спустя 4 минуты после старта. Страны НАТО намерены обсудить дальнейшую интеграцию Украины на предстоящем саммите в Вильнюсе. Это подтвердил генеральный секретарь Альянса Янс Столтенберг во время визита в Киев. Президент Украины Владимир Зеленский призвал организацию действовать более решительно. Немає жодного объективного барьера, який перешкоджав би ухваленню политичних решень про запрошення Украины в Альянс. И сам зараз, коли більшість людей в країнах НАТО и більшість українців підтримують вступ нашої держави в Альянс, час для відповідних решень. Столтенберг заверил Зеленского. Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в сентябре прошлого года. До этого Альянс заявлял о невозможности компромиссов с Москвой по этому вопросу. В условиях российской агрессии страны НАТО стали крупнейшими поставщиками военной помощи Киеву. Болгария вводит запрет на импорт украинского зерна и продуктов питания с 24 апреля. Становится таким образом четвертой страной ЕС, прибегающей к подобным мерам. Решение вступает в силу за несколько недель до сбора нового урожая и будет действовать до 30 июня. Премьер-министр Болгарии Голубь Донев указал в качестве причины временного запрета значительный объем украинского зерна и продовольствия, оставшийся в стране в прошлом году. Румыния также рассматривает возможность ведения запрета. Министерство сельского хозяйства страна объявило, что усилит проверки зерна, импортируемого из Украины. Грузовики будут опломбированы и отслежены с помощью GPS во время транзита через Румынию. Брюссель заявил, что решение обеспечить беспошлиный импорт из Украины должен оставаться в силе, пообещав компенсировать наносимый фермерам ущерб из бюджета ЕС. В среду Польша решила частично снять запрет, но разрешить лишь транзит по своей территории, а не продажу на ней украинского зерна. Отчасти это было сделано для того, чтобы разрядить ситуацию на границе страны с Украиной, где сотни грузовиков простояли в очереди несколько дней. Москва будет с большим вниманием относиться к Латинской Америке и Карибскому бассейну. Об этом заявил глава российской дипломатии в Гаване в завершении своего турны по странам региона. На встрече со своим коллегой Бруно Родригесом Сергей Лавров поблагодарил кубинское руководство за, цитата, «полное понимание причин, которые, по мнению Кремля, привели к войне в Украине». Если вы спрашиваете про российско-американские отношения, у нас сейчас каких-то особых отношений нет. Мы только по необходимости обсуждаем те проблемы, которые возникают в деятельности наших посольств. Ну и также в связи с тем, что американцы пытаются злоупотреблять своим положением, в частности в качестве страны-хозяйки Организации Объединенных Наций. В ходе визита Лавров назвал американское эмбарго, введенное после Кубинской революции, незаконным, а также раскритиковал ООН за то, что, как утверждается, организация не содействует снятию препятствий на экспорт зерна и удобрения из России в рамках Черноморской зерновой инициативы. Железнодорожники Франции организовали в четверг акции протеста против пенсионной реформы. К ним присоединились работники других секторов. Железнодорожное сообщение на нескольких маршрутах было нарушено, а в Париже протестующие проникли в здание фондовой биржи Евронекст и растянули там плакат «Нет пенсионной реформе». На призыв к протестам профсоюза СЖТ откликнулся один из главных вокзалов «Леона Лапардио». Здесь собрались сотни противников пенсионной реформы, пообещав продолжить свою борьбу до тех пор, пока не будет отозван новый закон, повышающий возраст выхода на заслуженный отдых. Президент Макрон, посетивший РОН на юге Франции, был встречен, как и в Альзасе, накануне стуком кастрюль. Страны Евросоюза должны больше помогать друг другу в приеме и распределении мигрантов. Такая солидарность лежит в основе пакта о миграции, который был предложен Брюсселем в 2020 году. В четверг Европарламент определил свою позицию по трем ключевым частям этой большой законодательной инициативы. Депутаты в очередной раз одобрили так называемый «Дублинский регламент», по которому заявку на получение убежища в Евросоюзе иностранец может подать только в первой стране ЕС, в которую он пребывает. Вместе с тем в регламент добавлено большое количество исключений, касающихся семейных обстоятельств, вновь прибывшего и его потребности в образовании. Парламентский докладчик по миграционной проблеме отмечает, что солидарность может принимать разные формы. Участие в переселении объявлено для государств-членов добровольно в нормальных обстоятельствах, но оно станет обязательным в ситуации кризиса. Тогда Еврокомиссия установит квоты на прием мигрантов для каждой страны в соответствии с количеством ее населения и внутренним воловым продуктом. Докладчик по форс-мажорным ситуациям уверен, что страны посчитают своим долгом забирать друг у друга беженцев. Принцип обязательного участия в переселении особенно важен для средиземноморских стран, таких как Италия, которая зарегистрировала в этом году увеличение на 300% нелегальных прибытий на свои берега. В течение многих лет она требовала обеспечить справедливое распределение мигрантов по Союзу. Но другие страны забрали у нее лишь несколько сотен человек, хотя обещаны были многие тысячи. Еще больше людей, пробиравшихся вглубь ЕС, застряли в Греции. Это показывает, что система добровольного переселения пока работает плохо. Поэтому итальянка, курирующая в Европарламенте вопросы прав мигрантов, предвидит, что его переговоры с Советом ЕС будут непростыми. ЕС будет не так. Правительство Евросоюза пытается вынести решение миграционной проблемы за его внешние рубежи. Так они выступают за более тщательную проверку на границах лиц, желающих проникнуть в Киэс, и облегчение депортации тех, кому было отказано в предоставлении убежища. Принцесса банкомпании Людовизи выселена из исторического имения в Риме. Суд принял такое решение после долгих лет разбирательства скандалов, связанных с этой фамилией. Наследники оспаривают права на виллу 16 века на фоне длительного и резонансного процесса по приватизации памятника истории. Рита Джинриетты, вдова принца Никола Банкомпании, Людовизи, который умер пять лет назад. Изгнание американской актрисы и специалиста по недвижимости добивались его родственники. Основанием для выселения стало нарушение судебного запрета на проведение экскурсии по вилле банкомпании Людовизи. Рита Джинриетта признала, что устраивала такие мероприятия, но объяснила, что это было необходимо для оплаты содержания и ремонта имения. Новая ракета компании SpaceX с прототипом космического корабля Starship Илона Маска взорвалась спустя 4 минуты после старта с космодрома в городе Бока-Чика, штат Техас. Тем не менее, в компании SpaceX назвали запуск успешным, так как вся конструкция из ракеты корабля смогла отправиться в полет. 120-метровая ракета-гигант, самая мощная из построенных до сих пор, достигнув высоты в 38 километров, начала неконтролируемо вращаться, затем последовал взрыв. Новый испытательный запуск состоится через несколько месяцев. Илон Маск планирует использовать корабли Starship для вывода спутников на орбиту и доставки людей и грузов. Фотографией года по версии World Press Photo стал снимок из Мариуполя Евгения Малолетки. Матс Ниссон из Дании стал победителем в номинации «Фоторепортаж года» за свою очередь. Первую серию цена мира в Афганистане. Ануш Бабаджанян из Армении получила награду за долгосрочный проект.